Кому рыбу кошка? Ну а кому? Кама притягивает к себе рыбаков, несмотря на все предупреждения спасателей. У каждого есть свои секреты безопасного передвижения по льду. Однако и они не всегда срабатывают, признаются рыбаки. Бдительность – самое главное правило, особенно сейчас. Толщина льда на камне в районе соляных уже 15 сантиметров. Сотрудники ГИМС ежедневно делают замеры, а также встречаются с рыбаками. Они раздают информационные буклеты и предупреждают об опасности провалиться под лед. Тем более, что происшествия этой зимой уже случались. Провалился самодельный мотоцикл с большими колесами. Люди оказались как бы в воде. Позвонили по 112, как бы мы приехали, помогли их доставить до берега. Ух, как помню себя. Все время на рыбалке. Все время. Валим на Рудинов, рыбак заядлый со стажем. И хотя сейчас улов довольно скудный, все равно азарт и вера в удачу – главный стимул. Так же, как и для остальных рыбаков-единомышленников. Сделать все же паузу и проститься зимней рыбалкой до следующего сезона. Решение принято оправданное. Я уже сколько раз купался, хватит. Все, я говорю, все, не завязываю, и все. Последний день. А нет рыбы, что ее ходить-то. Ну и опасно, наверное. И опасно, опасно. Все уже. Все. На камень нет никого больше, кроме нас. Но вы решили пойти все-таки. Решили пойти, потому что знаем, куда идти. Каждый решает это для себя сам. Большинство жителей Чистополя уверены. Уберечься от инфекции, пресечь ее распространение – реально. Соблюдать правила гигиены, избегать многолюдные места и лишние контакты – главные условия. Какие вот меры безопасности вы лично предпринимаете уже? Да и никакие. Ну то, прихожу домой, руки с мылом два раза мою, именно хозяйственным мылом. Моем руки, антисептиком обрабатываем, так как я работаю продавцом с людьми. Ну и, конечно, ношение масок, но у нас их нет, к сожалению. Может до чистки дойти этот инфекцию? Реально, может. Нет, не дойдет. Честно, не дойдет. Потому что все воспринимают это как ажиотаж для чего-то, но он не дойдет. Чистопольцы негативно относятся к продовольственному ажиотажу, к тем, кто в панике сметает с полок продукты первой необходимости. Как показывает опрос, большинство все же не собирается запасаться продуктами и дефицит в магазинах не боится. У них не было дохода все эти 2-3 месяца после Нового года. Они все жаловались. Сейчас все, что у них залежал, весь товар, они это весь продали зато. Это какой-то кошмар какой-то. Это надо как-то пресекать. Не надо так людей, все население на это настраивать, что там продукты. Запасаться надо этим. Что такое? Это было же в 2010 году. Соль, спички покупали. И что, потом все осталось. Это коммерческий ход. То есть не стоит этого делать? Нет. Не обращаем на это внимания и живем нормально дальше. Извините, нам не надо. Сегодня Чистопольская территориальная профсоюзная организация объединяет свыше тысячи работников государственных учреждений и общественного обслуживания. На отчетно-выборной конференции ее лидеры и активисты. Они подводят итоги своей работы за последние 5 лет. В составе организации более 20 первичек. Среди самых активных социальных партнеров – дом-интернат для инвалидов и престарелых «Юлдаш», психоневрологический интернат, ледовый дворец спорта, налоговая служба. Привлечение новых партнеров – задача всего актива. Ведь именно объединение усилий дает коллективам возможность получать качественную правовую защиту и социальные гарантии. Необходимо использовать все актуальные на сегодняшний день формы информирования о преимуществах, о гарантиях экономической эффективности деятельности профсоюза. Как укрепить имидж и авторитет профсоюза, чтобы у работников предприятий и организаций был твердый мотив вступить в его ряды. Профсоюзные лидеры разрабатывают программу. Они считают, что благодаря ей удастся заинтересовать все те предприятия и организации, которые пока находятся вне профсоюза. В связи с ростом инфляции, ростом цен на потребительские товары и медицинские услуги, постановлением Республиканского комитета профсоюза в сентябре прошлого года, размеры материальной помощи в связи с несчастным случаем были значительно увеличены. За что, конечно, хочется сказать большое спасибо. Организации ежегодной диспансеризации своих сотрудников, обязательное страхование их жизни, оздоровление в санаториях в рамках пилотного проекта. Работа всех первичных профсоюзных организаций за последние пять лет получила положительную оценку. На отчетно-выборной конференции избран профсоюзный лидер. Им стала Вера Белова-Риутина, уже занимавшая этот пост последние два года. Более 20 старинных православных книг впервые представлены в Центральной библиотеке. Более 12 лет эту коллекцию собирает Ирей Симеон, настоятель Свято-Троицкого храма в селе Чистопольские выселки. Первые издания появились в ней еще в годы обучения в Казанской духовной семинарии. Часть книг передана верующими, в том числе своей бабушкой. Две книги она мне свои дала, причем сказала, что это от ее бабушки еще достались. То есть это уже такие, можно сказать, четвертого поколения, вот эти две книжки. Редиквит. Да, таких, можно сказать, как семейные. Это труды и жертва, и щедрость всех прихожан, которые давали. Потому что это прихожане из села Куркуль, где я служил. Это прихожане из Рыбной Слободы, где я был тоже настоятель. Самой старейшей богослужебной книге почти 300 лет. На многих изданиях сохранены дарственные подписи. Все это придает им уникальность. Для отца Симеона это возможность сохранить живую историю, глубже изучить ее особенности и в будущем создать музей православной книги. Это наша история, это наше величие, это наша сила, и это наше знание. Потому что это наша вера, именно как свидетельство неизменности, неизменности богослужения. ПЕСНЯ Выставка старинных изданий посвящена Дню православной книги. Праздник для верующих и ценителей истории организовали Центральная библиотека и Чистопольское благочиние. Священнослужители презентовали современные православные издания и передали их в дар библиотеке. С первых чисел марта в Чистополе проходил арт-симпозиум с участием художников Татарстана и других республик. Это уже пятый юбилейный пленэр, организованный мечетью Аннас Чистопольского Махтасибата и Союзом художников. В этот раз он был посвящен написанию мусульманских натюрмортов. Это вещи, которыми пользуются обыватели ежедневно, это явства, которые кушают жители и Чистополе в том числе, это и места какие-то знаковые. Неравнодушные к искусству Чистопольца оценили картины. Всего их за пять пленэров уже более 140. По инициативе Республиканского союза художников теперь все они будут размещены на выставке в Кремле. Для будущего поколения мы оставляем большое наследство. И для наших художников, которые большие поддержки, и для людей, кто понимает, любит искусство, это очень большая поддержка и радость. Судьба художника, она такая, ездить на пленэры, и чем больше ездишь, ты больше приобретаешь друзей. Потом ты учишься, мы учимся друг у друга. И поэтому очень важно участвовать в таких проектах, потому что нельзя остановиться в искусстве, нужно идти вперед. В планах организаторов-пленэров продолжать творческие встречи и искать новые пути развития проекта. Уже запланировано, что летом Чистопольский Махтасибат и мечеть АНАС примут в своих стенах новую команду художников из самых разных уголков страны. Мы подали на грант фонда российской культуры. Он касается Чистополя, как раз пленэров Чистополя, но еще в более широком формате. Если это поддержится, Министерство культуры Российской Федерации, то недалек этот день. Мы его запланировали на июль. Верим, надеемся, что в июле здесь встретятся знаменитые художники со всей России уже. Редактор субтитров А.Семкин